Сегодня у нас в гостях Николай Стариков, долгожданный наш гость, писатель, публицист, общественный и политический деятель. Ну, я остановлюсь на слове «долгожданный». Дело в том, что очень многие наши зрители в своих комментариях к нашим сюжетам оставляют комментарии. И комментарии следующего характера. «Позовите Николая Старикова». Николай Стариков все бы это объяснил. Николай Стариков все это уже объяснил и правильным образом. Ну вот, Николая Старикова мы позвали, он появился, пришел к нам, и, я надеюсь, все нам объяснит. Добрый день. Очень приятно, что вы меня так лестно представили. И особенно приятно, что ваши зрители так хотели меня увидеть. После этого, конечно, я не мог не оправдать этих надежд. Ну и прекрасно. Итак, начнем. Во-первых, Николай, начнем с некоторых общих вопросов. Меня интересует вопрос о вашей политической деятельности. Ну так, для начала, да, как писатель, вы достаточно известны, вы автор 11 книг, все они хорошо так нашумели, я бы сказал, вызвали большой интерес у значительного круга ваших читателей. И причем вот этот интерес такой, в разные стороны направленные, да, и самые разные отзывы, да, диаметрально противоположные. Ну, я все-таки надеюсь, что большинство читателей, они не мазохисты, и поэтому они читают мои книги, потому что они им нравятся, а не потому что наоборот. Но некоторые не с пятиминуткой ненависти, явно совершенно. Даже не с пятиминуткой, а просто испытывают явно часы ненависти. Так что мазохистов тоже хватает. Ну, на самом деле, все вытекает из чего-то, да, ничего не возникает из ниоткуда. Поэтому, когда я начинал писать книги, я никогда не думал, что я могу написать их так много. Честно говоря, даже вот так оглядываясь по времени назад, думаю, когда у меня все это получилось, но факт и упрямая вещь. Книги есть, книги люди читают, находят в них что-то новое, интересное. И для меня это очень важно, и я получаю колоссальное удовольствие от тех писем, которые мне присылают читатели. Но на определенном этапе я понял, что необходимо наладить более живой контакт с читателями. Я вышел в интернет, я создал блог, стал получать отклики. И на определенном этапе, ну, стал получать письма такого содержания, что да, уважаемый Николай, вы все рассказали нам, объяснили, спасибо вам большое за это. Но дальше-то что? То есть так и будем оставаться в созерцании? Ну, до этого я, в общем, писал больше материалов в интернете о внешней политике, о геополитике, потому что это такой предмет моего интереса. Тогда стали говорить, ага, наверное, вам не разрешают писать о внутренней политике России. Ну, что было делать? Если вопрос ставится так, я начинаю писать о внутренней политике России. Через некоторое время говорят, да, вы, конечно, пишете о внутренней политике, но делать-то вы ничего не будете. Вот вы попишите языком, так сказать, или пером какие-то телодвижения сделаете, и все. На этом все становится. Ну, после этого было невозможно не начать общественную деятельность. Я с моими единомышленниками, я не знал, сколько людей тогда присоединиться к моим идеям, к идеям моих коллег, мы создали общественную организацию «Профсоюз граждан России». Сделали это 12 апреля 2011 года. То есть скоро будем два года отмечать. Но потом еще возникла вроде бы партия «Новая Великая Россия». Кстати, куда старая додевалась «Великая Россия»? Ну, вот, значит, тут был следующий этап, так сказать, логичного развития общественной деятельности. Общественная организация — это важно, это нужно. И я считаю, что «Профсоюз граждан России» очень здорово развивается, особенно если учесть важный нюанс. Наша организация построена по совершенно иному принципу, чем другие общественные организации в нашей стране, а может быть и за рубежом. У нас, в принципе, нет денег. То есть в сам принцип создания организации положен принцип отсутствия казны. А значит, нет всех минусов, которые связаны с деньгами. Не ссорятся люди, нет коррупции, нет мздоимства, нет казнократства. В общем, всего того, что очень часто неприятно красит какие-то политические, общественно-политические и даже там правозащитные, не побоюсь этого слова, организации. Ну, а деятельность-то есть? Деятельность есть, конечно, есть. А она как-то должна финансироваться или она происходит вообще без денег? Вы знаете, мы подозревали, и оказалось, что это действительно так, что гражданское общество может само финансировать те идеи и те пока еще достаточно скромные проекты, которые оно разрабатывает. То есть если люди идут на пикет, наши пикетчики не получают денег, здесь нет никаких трат. А для того, чтобы напечатать десяток плакатов, нужны совсем небольшие деньги, и мы собираем их внутри себя. Вот этот принцип отсутствия денег, на самом деле, очень быстро помог нам завоевать доверие людей. Потому что поначалу у нас там прокремлевскими ругали, там какими-то подкупными. Потом, когда поняли, что люди за идеей что-то делают, ситуация изменилась, нас начали уважать. Но общественная организация, это великолепно, но у нее тоже есть потолок того, что она может сделать. И поэтому на определенном этапе мы пикетировали, значит, разрабатывали законопроекты, много задач решали, подали в суд на Горбачева. Я сейчас не буду перечислять даже все. Ну, это да, очень разрубевшая история. Действительно много, много мы делаем, но то, что может делать гражданское общество, вот общественная организация. Но мы не можем изменить всю ситуацию в стране, мы не можем изменить законодательную базу, то есть мы не можем изменить систему. И мы, ну вот самый такой простой пример. Вместе с депутатом Государственной Думы, Евгением Алексеевичем Федором, мы в рамках круглого стола разрабатываем законопроекты, но мы сами не можем их нести в Госдуму. Для этого нужен статус депутата, для этого нужен статус депутата Госдумы, чтобы внести законопроект. Поэтому общественная организация тоже ограничена в своей деятельности рамками закона. И поэтому логичным шагом нашей общественно-политической эволюции стало решение создать партию. Мы провели съезд, все в соответствии с законом, и тут мы столкнулись с удивительным делом. Значит, в качестве названия для партии мы выбрали новая Великая Россия. Почему? Потому что, ну, я думаю, слово Россия объяснять не надо, потому что мы любим нашу Родину, не вызывает вопрос. Великая, потому что мы выступаем за величие нашей страны, а новая, потому что мы хотели этим словом подчеркнуть констатацию факта, печального, но все равно не лишающего нас надежды. Россия была великой страной, и она утеряла свое величие, и мы это величие должны восстановить. То есть здесь нет речи об отрицании Советского Союза или Российской империи, наоборот. Мы в свою программу внесли пункты о том, что мы хотим все лучшее взять и из Российской империи, и из Советского Союза. То есть для нас сегодняшняя Россия — это правоприемленница Российской империи, правоприемленница Советского Союза. Один народ, одна история, одни ценности, одни герои. Вот такова наша позиция. И здесь мы столкнулись с удивительной ситуацией. Оказывается, есть, мы даже реально этого не знали, есть некая группировка такого националистического толка, который называется «Великая Россия». Она не собирается регистрироваться в партию, но тем не менее... Не новая, а просто «Великая Россия». Просто «Великая Россия», да. И немедленно обвинила нас в том, что мы по заданию, значит, темных и светлых сил... Центрального развития управления, администрация президента Российской Федерации... Да, по заданию власти решили украсть у них название. Разразился такой скандал, но мы на него сильно внимания не обратили, потому что мы-то знаем, что мы создаем партию не для того, чтобы чего-то название воровать, а для того, чтобы изменить ситуацию в стране. Но представители этой группировки, как вы выражаетесь, группы, скажем так, движения, у нас тоже были, они, да, они не очень одобрительно отнеслись. Конечно, но... Они считают, что это страшный плагиат. Да, но смотрите, дальнейшая история, она же вот все расставила по своим местам. То есть они нас обвиняли в страшных грехах, так сказать, земляным червяком, меня персонально ругали, ну, кажется, бог с ними, да. В итоге мы подали документы в Минюст и нам отказали в регистрации. Отказали в регистрации под предлогом того, что партия «Новая Россия» уже зарегистрирована, то есть «Великая» нет. «Новая Россия» зарегистрирована, и можно спутать название. Что хочется сказать? Во-первых, 54 партии уже зарегистрированы. Поэтому мы всегда говорим, что скоро приличные слова в русском языке закончатся. Там еще 70 на подходе. Да, кошмар какой-то. Это уже почище, чем в Юморской Республике. Конечно, но хочется сказать, нас обвиняли в том, что мы хотим украсть у кого-то название. Нас не зарегистрировали. Вот такая мы прокремлевская партия, и при этом власти нас не зарегистрировали, чтобы мы это название украли. Но мы извинений в наш адрес не услышали от этих товарищей. Представители, так сказать, другой ветви русского патриотизма. Ну, да, да, да. Но мне кажется, надо быть последовательным. Если ты кого-то в чем-то обвиняешь, если ситуация развивается таким образом, что невиновность становится очевидна... Ну, скажи... Будем надеяться, что они просто не в курсе. Ну, как не в курсе? Просто поругать все гораздо. А вот извиниться на этого не у всех хватает мужества. Ну, хорошо, но партия, тем не менее... А то, что она еще не зарегистрирована... Нет, мы считаем, что партия состоялась, потому что у нас большое количество единомышленников вместе объединенных. Но сейчас, поскольку партия не зарегистрирована, то мы... Говорить это вы не можете. Да, мы нашу деятельность осуществляем именно как общественная организация. Но мы процесс регистрации партии продолжаем. Мы вынуждены были изменить название. Я не буду его говорить, чтобы, так сказать, не изглазить. Да, вот зарегистрировать, тогда вы узнаете, что называется. Хорошо, не буду настаивать. И пока мы выступаем как общественная организация. Ну, собственно говоря, вообще партия — это вещь, как говорится, строгой отчетности. То есть общественная организация меньшими бюрократическими рамками скована. И поэтому мы, например, сейчас и активно не приглашаем вступать в нашу партию, потому что, написав заявление с одним названием, потом придется переписывать заявление на другое. Поэтому вот сейчас желающие присоединяются к нам в рамках общественной организации «Просоюз граждан России». А скажите, на что вы рассчитываете? Вы как раз говорили о том, что партия уже 54, а на подходе еще 70. Вот в этом, я бы сказал, супе партийном, многопартийном, да, вы на какие результаты рассчитываете, честно говоря? Сейчас все граждане знают, что такое партия «Единая Россия» — 99,9%. Ну, еще довольно значительный процент знают, что такое КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Ну, а дальше еще десятки других организаций. Согласен, знать-то они знают. Знают вот ведущие партии, это понятно. Новые партии малоизвестны. Но, во-первых, название партии потом становится известно через идеи, через персоны, через ту нагрузку смысловую, которую она несет. Это первое. Второе. Знать-то люди знают. Но мы партию ведь регистрируем не потому, что у нас какие-то честолюбивые позывы, их надо реализовать, а потому что совершенно четко видна ситуация, когда огромный пласт населения нашей страны не видит на политическом поле партию, которая бы выражала его интересы. То есть к каждой партии есть свои вопросы. Одна партия хорошо выступает, согласно взглядам вот этого значительного пласта населения, по одному вопросу, другая по другому, третья по третьему. А вот так, чтобы всегда в десятку попадала партия, вот таких партий нет. То есть есть вопросы ко всем. И поэтому население это знает, но с удовольствием... Видимо, это и будет новым названием в десятку. Нет, нет, нет. Не угадал, да? Нет, это я в качестве идеи могу каким-нибудь коллегам, которые тоже занимаются сейчас партийным строительством, эту идею подарить. Партии новые появятся, и за них тоже будут люди голосовать. Потому что есть определенная усталость от этих парламентских партий. Конечно, это процесс не быстрый, не завтра ситуация изменится, но мы надеемся, что мы своими делами заслужим уважения избирателей, и они за нас проголосуют. Ну, то есть вы надеетесь, в конце концов, в относительно близкие сроки попасть в Государственную Думу Российской Федерации и там... Мы надеемся в относительно близкие сроки прийти к власти и изменить ситуацию в стране. Каждая партия делается, если это по-настоящему ведется игра, для того, чтобы прийти к власти, а не для того, чтобы осваивать бюджеты и пудрить мозги избирателям. Вот мы собираемся прийти к власти, и именно для этого делаем партию. Потому что без партии невозможно участвовать в выборах, невозможно заниматься политической деятельностью. Ну, вот есть определенные инструментары. Общественной деятельностью можно заниматься, и мы занимаемся без партии. Но политической деятельностью, законотворчеством невозможно. А вот теперь и поговорим о ситуации в стране. Как вы ее оцениваете, если вы считаете, что вот партия, которая пока только-только рождается, в обозримом будущем уже способна переломить существующие партийные структуры, поддерживаемые элитой Российской Федерации в значительной степени. Вот, значит, соответственно, ситуация кризисная. Если вы рассчитываете на то, что ваша партия, которая сейчас мало кому, к сожалению, известна, она сможет достаточно оперативно переломить ситуацию и прийти к власти. Александр, я хотел бы о терминах условиться. Вот слово «переломить» — это точно не к нам. Мы очень бережно относимся к российской государственности, и поэтому мы собираемся менять ситуацию без каких-либо потрясений. А я говорил о партиях. Конечно. Ну, я не вупрек вам. Просто для того, чтобы прояснить нашу позицию. Мы партия контрреволюционеров, патриотов-контрреволюционеров, которые выступают за поступательное развитие страны, которые относятся к уважению как к красному знамени, так к триколору и так к другому трехцветному знамени, с которым выступает организация националистического толка. Мы считаем, что все эти три знамени, три знамени России, они должны одинаково использовать. Мы с уважением относимся к советскому периоду, мы с уважением относимся к дореволюционному периоду. Для нас граница проходит по тому, человек жил для России, старался развивать страну, душу, жизнь вкладывал в нее, или на деньги иностранной разведки пытался что-то разваливать, разрушать и так далее. И поэтому отношение, например, к такому сложному периоду нашей истории, как революции и большевики, очень просто, если мы смотрим через эту призму. То есть большевики 1918 года, которые убивают офицеров, священников, прибивают на кресты, конечно, вызывают... Это враги. Это враги. Это враги. Но большевики сталинского периода, 30-х годов... А вы его когда начинаете, сталинский период? Вот вы когда считаете, Сталин действительно пришел к власти, стал единоличным важнем, и возникла Сталинская империя? Очень интересно. Мы как раз буквально недавно за этим столом спорили с человеком, который представляет то, что называется белый проект, вот белых революционеров, таких националистов откровенных, на эту тему. Вот скажите, Николай. Вы знаете, здесь есть, что называется, точно выверенная наукой точка. Вот я готов ее назвать, но думаю, что она тоже может вызвать определенную дискуссию. На мой взгляд, Иосиф Виссарионович Сталин стал вот совсем полноправным руководителем Советского Союза 3 мая 1939 года, когда он отправил в отставку министра, ну тогда наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова, прямого ставленника банкирской закулисы. Ну, чтобы понять сегодняшнюю аналогию, это Чубайс того времени. Это некий представитель мировой закулисы при большевистском правительстве, который вне критики, вне пространства, который осуществляет связь вот с этими теневыми банкирскими структурами, и с которым никогда ничего не может произойти. То есть как бы он там себя не вел, как бы он не придавал интересы Советского Союза, с ним и дальше ничего не случилось. Поэтому реально Сталин взял под контроль страну полностью, вот точную дату можно сказать, 3 мая 1939 года. Но многие говорят о съезде победителей, но да, вы называете еще более, так сказать... Нет, нет. Все, что было раньше, это был период борьбы. То есть, собственно говоря, первый этап борьбы закончился в 1929 году высылкой Троцкого сначала в Алма-Ату, а потом за пределы Советского Союза. А дальше начался второй этап борьбы за власть в Советском Союзе, и где Сталин и его окружение боролись не со своим народом, как говорят либеральные историки, а с остатками троцкистского, значит, ну давайте скажем, языком сталинского времени отребья, с агентами иностранных разведок и с прочими людьми, которые, к сожалению, как Тухачевский, предали свою родину. Вот этот период занял примерно девять лет этой борьбы упорной, после чего Сталину удалось переиграть всех своих противников, и он стал во главе Советского Союза окончательно. Последовательно блокируясь в какой-то момент то с одним, то с другим. Конечно. Из противников, да. Ну удалось, действительно, спору нет. Я бы сказал, перманетных революционеров, большевиков таких, настоящих, старой закалки. Ну, вы знаете, большевики тоже разные. Вот те, кто воевал, как Ворошилов или Будённый, в конной армии, ну мы можем их подозревать, что они за деньги воевали. Ну, конечно, это простые русские люди, которые воевали за Россию, как они ее понимают. Кстати, интересный эпизод в этой связи вспоминается из книги Шульгина, известный монархист такой. Василий Васильевич. Да, по-моему, это книга «Дни», а может быть, другая книга Шульгина, сейчас точно не помню. По-моему, 1920-й, вот, да, если я не ошибусь. Ну, это, собственно, продолжение. Да, значит, там эпизод такой. Это уже закат белого движения, трагедия. Белые отступают из Одессы, вместе с ними отступает и Шульгин. Их берет в плен дивизия Котовского. Все очень боятся, потому что, значит, ну, могут быть какие-то эксцессы. Шульгин, которого, ну, понятно, в симпатиях красным заподозрить невозможно, пишет, что идеальная дисциплина, никого не обижали, ничего. И сами красноармейцы говорят, что раньше, да, у нас были, так мы там и пленных раздевали, или расстреливали, но товарищ Котовский, все, расстрелял несколько человек за эти эксцессы, и все, теперь с пленными ничего не происходит, короче, не бойтесь, все нормально. И там такой диалог получается, значит, они, ну, их там покормили, этих несчастных белых. И он разговаривает с каким-то красноармейцем, Шульгин. И он спрашивает красноармейца, слушай, а за что вы воюете? Тут, говорит, как за что? За единую и неделимую. Шульгин говорит, вот террас, и мы воюем за единую и неделимую. А чем мы тогда воюем-то? И вот в этом эпизоде вся трагедия гражданской войны. То есть красный и белый, они воюют за одно и то же, по сути. Только это называется разными именами, и внешне врагам России удалось столкнуть между собой части одного народа. Но были и другие красные, надо сказать. Помните же, так сказать, описание убавили, например, да, у того же, да, он же про первоконную пишет, да, про убитого комиссара Яшку, у которого, соответственно, из его правовой сумки вываливаются труды Ленина, Маркса, соответственно, и свитки Торы одновременно. Большевики были разные, собственно говоря. Вот это другой большевик. Ну, другой большевик. Но вот товарищ Сталин, он все-таки как-то немножко все разложил по полочкам. И те, кто реально хотел что-то делать для своего народа, они строили, созидали. А те, кто устраивал военные заговоры, или те, кто, как товарищ Егода, опробовал яд на мужа своей любовницы, я имею в виду сына Максима Максимовича Горького, то они понесли заслуженное наказание. Ну да, ну, то есть, на самом деле, был другой период советской власти. Был большевистский, откровенно революционный, да, был сталинский. Вы его начинаете с 1939-го, ну и, видимо, он завершается от кончины. Можно начать его раньше, просто это период борьбы. Вы спросили меня не когда сталинский период начался, а когда Сталин стал полноправным руководителем страны. Когда он несет откровенную личную ответственность за все, что происходит. С 3 мая 1939-го года. Вот здесь вот все досконально. Я вас понял, да. А потом начался уже совсем другой Советский Союз после смерти Сталина. Ну, два года правления Маленкова, это такой, я считаю, такой странный период очень. Ну, по сути, это все мы можем назвать хрущевским периодом в советской истории. Это действительно другой Советский Союз. Я хочу сказать, что этот период истории очень плохо изучен. Вообще, вот все мы, я уж, простите, возьму на себя смелость сказать за всех, может быть, меня поправят, все мы очень хорошо знаем период 30-х годов. Вот эта борьба, эти процессы сталинские, да, эти покушения, убийства Кирова и так далее. Хорошо знаем период Великой Отечественной войны. Немножечко период восстановления, а дальше белое пятно. Вот спроси рядового гражданина, что было в Советском Союзе году в 1949-м. Вряд ли что-то ответит. Ну, дело врачей. То есть какие-то либеральные мифы, да, какие-то судебные процессы. Ленинградское дело, может быть, вспомнят, да. А что было в экономике? Как развивалась страна? Ведь... Ничего не происходило. Никто этого не говорит. Вот после 1953-го года якобы там оттепель, да, что-то. А вот в этот период что происходило? И вот мне очень интересную статью прислал один из моих читателей, я ее разместил. Называется «Вспоминая СССР». Он, профессор, ну, уже пожилой человек, вспоминает Сталинский СССР, где он был молодым человеком. Цены, сколько где стоило, сколько пирожок, сколько обед в столовой, сколько товары стоили. И рисуется совершенно другая картина. Когда я прочитал эту статью, для меня еще раз очевидно стало, что Хрущев сознательно уничтожал экономику России. То есть в некотором смысле это был, ну, такой вот мини-Горбачев, который не довел свое дело до конца. Хотя, смотрите, Горбачев за шесть лет развалил Советский Союз. Хрущев был у власти, так сказать, чуть-чуть побольше. Но смотрите, что он успел сделать. Он успел уничтожить Сталинский флот. То есть Сталин заложил океанский флот. Почему? Не потому, что ему было деньги куда-то, значит, на ветер пускать или на воду, а потому, что он понимал, что начинается борьба с англосаксонскими державами, которые являются ведущими морскими державами. Если вы хотите, чтобы Соединенные Штаты вас слышали, вы должны рядом с берегами Соединенных Штатов плавать. Ну, ходить, как говорят моряки. Сейчас там наши подводные лодки. Сталин хотел построить океанский флот. Советский Союз так и не построил большой океанский флот. То есть был сильный, мощный флот. Его боялись, его ненавидели. Но все-таки Хрущев провел реформу армии. Причем уволил, что интересно, не старших офицеров, не самых младших, а вот промежуточное звено. То есть носителей традиций. Всех их уволили. Дальше поссорился с Китаем. Ну, собственно говоря, сегодняшнему гражданину России не нужно объяснять, что Китай — это бездонное количество человеческих ресурсов, полезных ископаемых. И вообще, посмотрите на карту. Огромный экономический потенциал. Конечно. Советский Союз плюс Китай. Вы посмотрите, это, я не знаю, ну, там 30% земной поверхности. И человеческие ресурсы, и полезные ископаемые. Колоссальные. То есть Сталин начал вытеснять империалистов из Азии. Да, позднее там будет Вьетнам, революция в Кампучи, как ее называют Камбоджи. Но все это началось в тот период. Хрущев все это порушил. Дальше. Хрущев поругался с Албанией. Это немедленно мы лишились базы флота в Адриатике. Когда у русского флота была база в Адриатике? Скажу вам, никогда. При Сталине. Хрущев немедленно поссорился с Инвером Ходжи. Это все изменилось. Ну, русский флот в свое время ходил по Средиземному морю неплохо. И доходил до острова Корфу и до других прекрасных мест. Но это было очень давно, я согласен. Ирогические острова. Но мы сейчас не будем во времена бабушки Екатерины удаляться. Славные достаточно. Павла Петровича и так далее. Мы все-таки поближе к Иосифу Виссарионовичу. Согласен, согласен. Мы сейчас с вами даже не говорим об экономике. Что сделал Хрущев в экономике? Ну, первое, что он сделал, это ввел высокое налогообложение на приусадебные участки крестьян. То есть люди начали вырубать яблони, им сократили земельные участки. Стало невыгодно держать скот. Вот объясните мне, я жил при социализме, каким образом своим трудом произведенное мясо, молоко, яблоки или огурцы противоречит делу социализма. Зачем это было сделано? Я вам скажу зачем. Чтобы вызвать продовольствие. В статье этого уважаемого читателя сразу видно, что продовольствие, его ассортимент, его стоимость, его количество резко уменьшается после хрущевских каких-то реформ. То есть при Сталине все стоит, это уже после войны, мы карточки отменили раньше, чем в Великобритании. При Хрущеве все начинает исчезать. Люди вспоминают сейчас, молодых студентов кормили крабами в сталинское время. Почему? Потому что крабы простой народ считал баловством каким-то. То есть что-то такое непонятное, поэтому дайте студентов кормить этими крабами. Дальше все это перешло в разряд деликатесов. И так и по промтоварам, и по каким-то другим товарам. То есть вот просто страну подменили, потому что там был изменен сам принцип функционирования экономики. Сейчас я не буду подробно об этом говорить, но советская экономика при Хрущеве перешла на другое планирование. И это резко повело нашу экономику в совершенно не ту сторону. Ну а дальше был Брежневский период, который тоже был не очень похож на Хрущевский. Ну Брежневский период, на самом деле мы должны к нему относиться с огромной благодарностью. Потому что все то, что наши уважаемые олигархи получили при приватизации, а так, прямо так говоря, украли при приватизации. Они относятся с благодарностью. Да, они должны Леониду Ильичу большой памятник поставить. Вот все это нефтегазовое богатство было заложено во времена Брежнева. Поэтому говорить о застое техники и науке в Советском Союзе, ну это нельзя. Вы посмотрите, проложили трубопроводы, газопроводы, которые ведут в сложнейших метеорологических условиях. И это все очень высокотехнологичные сферы промышленности. Все это было сделано во времена Брежнева. Другое дело, что да, все-таки Брежнев не Сталин и не смог так развивать экономику, так ее зарядить, чтобы она просто скакнула вперед. Но самое главное, вот эта уравниловка, вот это все начало сказываться именно в этот период. При Сталине никакой уравниловки не было. Хотите убедиться? Пожалуйста, посмотрите фильмы 30-х годов. Там Фейна Ранецкая. Прекрасные фильмы, отличные. Но помимо художественной ценности, что там? Профессор, у него водитель, у него домработница. Вот эти квартиры в сталинских высотках. То есть образованный человек жил лучше, получал больше. И не зазорно было при социализме ему иметь домработницу. Никто не говорил, что профессор должен обязательно сам чистить свои ботинки. Этого не было. При Хрущеве пошло другое. И уже вот я вспоминаю себя... Простите, обычному школьному образованию при Сталине были школы отдельные для мальчиков и для девочек. Да, вот, кстати, тут еще один... У Равниловки никакой, согласитесь. Да, один миф можно разрушить. Значит, при Сталине... Как при, так сказать, государе-императоре были женские и мужские гимназии. Но это классическая форма образования. Да, классическое образование. Я сейчас не готов дискутировать, хорошо это или плохо, но, относясь с уважением к Осипу Виссарионовичу, наверное, в этом было рациональное звено вернуться вот этой классической гимназической системой, еще императорской. Правильно? То есть Сталин потихонечку возвращал не только золотые погоны на плечи нашей армии, но и традиции обучения, которые были в России. Я хотел другое отметить. Сейчас очень часто говорят, что обучение при Сталине в школе было платное и было отменено только в 56-м году. Да, действительно, было отменено в 56-м году. Но оно было не весь сталинский период, а перед войной была введена эта плата. Так вот, вопрос размера этой платы. В пересчете на деньги позднего Советского Союза, так сказать, перед крушением, это было 2 рубля в год. Она была чисто символическая. Чисто символическая. Почему это было сделано, мне сейчас сложно прокомментировать, но это не было заградительным барьером для обучения. Это было просто, ну, вот, чтобы не бесплатно. Да, образование стоит денег. Я тоже считаю, что это отчасти хотя бы разумная вполне мера. Но вот видите, сколько разных Советских Союзов мы сейчас уже рассмотрели. Ну, вот Брежневский Советский Союз, вот Хрущевский, вот Сталинский. Вот период Советского Союза, как, так сказать, Россия, которая должна быть брошена в качестве дров в топку мировой революции, Большевистский Советский Союз. И вот всегда встает вопрос перед теми, кто считает себя советскими патриотами, советско-русскими патриотами, красными патриотами, да? Вот они по какому Советскому Союзу ностальгируют? По Брежневскому, по Сталинскому, по Хрущевскому, по Большевистскому? Ну, вы знаете, я не смогу за всех в данном случае. Вот это тот вопрос, по которому за всех точно не лучше не браться. А вот ваши единомышленники и вы, Николай. Да, я, ну, изо всех единомышленников тоже не буду. В данном случае я исключительно свою точку зрения выскажу. Все периоды нашей истории, это наша страна. Просто некоторые периоды истории нужно внимательно изучать, для того, чтобы никогда их не повторить. Ведь тот ужас, который случился с нашей страной в 91-м году и далее продолжился, это тоже наша история. Надо внимательно изучать, почему это случилось возможно. Почему во главе страны оказался Горбачев, а следом за ним Ельцин, которые свои честолюбивые интересы поставили выше интересов своего народа. Почему вот такие предатели оказались во главе страны? Это надо внимательно изучать. Не нужно это тоже проматывать, как пленку на магнитофоне. Извините, Хрущевский период, это тоже наш период. Нужно посмотреть, откуда в высшем руководстве страны при Сталине, который, казалось бы, элиту тасовал, внимательно следил, чтобы она не... Не зажиралась, нашелся ведь подлец, который отравил Сталина. Скорее всего, это был Хрущев. То есть вопросы элиты, вопросы управленческого ресурса, они очень важны в истории нашей страны. И мы видим, что как раз передача власти, подбор кадров у нас почему-то хромает очень часто. Причем у таких, казалось бы, замечательных организаторов и руководителей даже как Сталин. Но вот все-таки, если вести речь об исторических периодах, настоящие патриоты, они всегда чем-то находят повод погордиться. Погордиться в истории своей страны. Тем не менее, бывают периоды темные, бывают светлые, бывают периоды удачные, бывают неудачные. Так же, как в жизни каждого человека есть свои светлые и темные полосы, которые меняются, так же и в жизни страны, некого организма под названием народ, есть темные и светлые полосы. Все-таки одинаково приходится гордиться и одинаково вспоминать с теплотой любой период русской истории, неважно, это история Московской Руси, имперской России, это история Советского Союза, это история уже постсоветского Союза или нет. Все-таки патриотами какой страны мы прежде всего являемся, от этого, наверное, надо отталкиваться с тем, чтобы простраивать некий образ будущего. Нет, страна у нас одна. То есть мы патриоты России, мы патриоты Советского Союза, Российской империи, России, это все одна страна. Причем русский мир, Россия, это нечто больше, чем сегодняшние государственные границы России. Но ведь в Советском Союзе даже люди звали сами себя советские люди, не русские, а советские. И многие сейчас до сих пор говорят, мы советские люди. Конечно. Но я хотел сказать, что любой патриот России, он на самом деле патриот и Белоруссии, он и патриот Украины, он и патриот Казахстана. И он внимательно следит за тем, что происходит в Армении, потому что это страна, которая такой пуповиной связана с нашей страной, что она просто не может существовать в отдельности от России. Вы сейчас вполите, так сказать, в такое опасное русло, я бы сказал. А как за счет Туркмении и Таджикистана? Здесь уже нужно повнимательнее. Это уже сложный вопрос. Потому что в русский мир входят народы самого разного цивилизационного уклада. И даже внутри России есть народы азиатские, есть народы с самобытной культурой, как кавказские. Поэтому здесь надо очень аккуратно что-то отсекать. А вообще лучше, конечно, не отсекать ничего. Пригодится России землиться в Корее, как писал в свое время господин Менщиков, известный публицист нового времени. Мы знаем сами, что во время советского периода все народы в рамках Советского Союза прекрасно развивались. И был действительно единый советский народ. Но я хотел сказать, что в любой период нашей истории мы всегда найдем то, чем можно гордиться. Даже в самые страшные периоды мы найдем, чем гордиться. Вот, пожалуйста, 90-е годы. Всеобщее предательство, безразличие. Страна, говоря сленгом, дербанится, растаскивается и так далее. Но там подвиги наших солдат. Наши солдаты в Чечне, которые защищали Россию вне зависимости от того, что, казалось бы, сама Россия не хотела себя защищать. Их ругали по телевизору, по всем каналам показывали боевиков и их точку зрения. А солдаты отдавали свою жизнь, проливали свою кровь за Россию. Как можно этим не гордиться? Кто бы, кроме русского солдата, смог в таких условиях защищать свою родину? Мне кажется, никто. Никто. И так в любой период нашей истории мы сможем найти. Другое дело, что есть периоды, когда у нас, условно говоря, 90% гордости и 10% подлости. А есть подлые периоды нашей истории, когда 90% подлости и 10% гордости и героизма. И от нас с вами зависит вот это вот сочетание русского героизма и подлости, которое случается. Но всегда, в любом периоде истории... Еще случится, наверное. Конечно, случится. Будем реалистами. Не бывает, чтобы 100% все было замечательно. Найдутся подонки, подлецы и так далее. Всегда находились в любом народе. Здесь, опять же, ничего нет. Но мы должны пропагандировать с вами не 90% мерзавцев, которые были в какой-то период, а 10% героев, которые были. То есть в любом периоде истории надо рассказывать хорошие, положительные примеры, говорить о героях для того, чтобы воспитывать новое поколение. Невозможно воспитать патриота своей страны, если его все время лицом в навозную кучу тыкать. Ну, не нравится это никому. Ну да. И говорить про тараканье странствия, русская история, это, если шоусь, Максим Горький был такой. Ну, вы, видимо, уважаемого господина Пешкова знаете чуть ли лучше, чем я. В свое время, да. Почитывал. Я бы сказал так. Ну да, ладно. И все же, смотрите, что же ваша партия предложит нашей, сейчас не очень великой, но тем не менее очень любимой нашей стране, в качестве некого образа будущего, в качестве той идеи, которая могла бы объединить, ну, если можно так выразиться, нацию. По крайней мере, то, что от нее осталось. Ну, собственно говоря, у нас есть программа, мы постарались сделать ее максимально понятной для самого обычного гражданина, поэтому наша программа умещается на одном листке. Вот есть, знаете, такие томики у некоторых партий, мне кажется, они сами их не читали. Ну, кто это осилит? Мы решили уважать своих граждан, мы кратко и тезисно сложили наши взгляды на одной странице. Можно почитать, ознакомиться и так далее. Мы партия патриотического направления. Вы совершенно справедливо говорите, что нужна какая-то фундаментальная идея. Для человека русского мира, русской ментальности нужна некая сверхзадача, с которой он справится, будет стараться. То есть, планка должна быть высоко. Когда ставится задача поменять телефон раз в месяц, нам становится скучно и неинтересно, люди начинают спиваться, деградировать и так далее. То есть, должна быть сверхзадача. Русский человек так устроен. Ну, вот в этом наше отличие от человека западного мира. И поэтому мы сейчас с коллегами выдвинули такую идею русский миллиард. Это значит, через некоторое время сделать так, чтобы население России было миллиард, а лучше еще больше. Ну, да, было бы неплохо. Задача большая, задача очень амбициозная. Самое главное, задача понятная каждому. Во-первых, у каждого нормально. И, главное, способы реализации тоже ясны. Способы реализации, я думаю, что не вызывают каких-то вопросов. Процедура очень приятная. И самое главное, понятная и близкая любому нормальному человеку. Любой нормальный человек хочет продолжения своего рода. Что сейчас считается нормой? Одному богу известно. Вы же видите, как у нас сейчас ЛГБТ-сообщество демонстрирует себя. И пропагандирует активнейшим образом. Александр, на одном из наших профсоюзных собраний... Я выступил с предложением называть вещи своими именами. Что такое ЛГБТ-сообщество? Что-то непонятно. Какая-то аббревиатура, вроде симпатичная. Давайте назовем так. Сообщество гомосеков. ЛГБТ-активисты. Давайте назовем вещи своими именами. Пидорасы-активисты. И все становится нормально. То есть нужно начинать называть зло злом, грех грехом, гадость гадостью. Тогда все становится понятно. Потому что гадость, она всегда придумывает для себя какое-то красивое название. Понимаете, вот что-то такое завуалированное, какое-то сообщество, какие-то меньшинства. Это садомиты. Это сексуальные извращенцы. Вот смотрите, нынешняя государственная дума, в которой нет пока, к сожалению, в вашей партии, нету представителей ее. Она с огромным скрипом в первом чтении сейчас приняла закон, который запрещает пропаганду, гомосексуализм среди детей и подростков. Всего-то навсего. И то только в первом чтении. И я очень сильно сомневаюсь, что она примет его во втором, а уж тем более в третьем чтении. У меня, в отличие от вас, нет ни малейшего сомнения, что этот закон будет принят во втором и в третьем чтении. Ни малейшего. Но вы справедливо... А почему? Ну, потому что у меня нет сомнения в том, что в нашей думе заседают не активисты-гомосексуалисты, а все-таки здравомыслящие мужи, которые понимают, что от гомосексуалистов решение демографических проблем, солдат в армию, вы не дождетесь. И поэтому пропаганда этого греха, она должна быть прекращена. Почему? Объясню. Гомосексуалисты размножаются пропагандой. Другого способа у них размножаться нет. Именно поэтому они настойчиво хотят лезть везде, проводить какие-то парады. Потому что иначе у них, так сказать, произойдет депопуляция. Но чем больше их, тем меньше нормальных. А только нормальные могут завести семью, родить детей и так далее. То есть если мы смотрим с точки зрения государства, с точки зрения интересов народа, то тут выбор абсолютно понятен. Никто сегодня не запрещает никому любить кого-то в то место, которое ему нравится. Пожалуйста, да? Я бы попросил вас не использовать в этом смысле слово «любовь». Как-то печально звучит слишком. Пропустим этот глагол, да? Пожалуйста, каждый может делать, как ему нравится. Нет статьи за мужеложство, как было в Советском Союзе. Речь идет всего лишь о запрете пропаганды. Ну, смотрите, какой вой. Не о запрете гомосексуалистов, как класса. Не о запрете гомосексуализма, как явления. Нет. Именно пропаганды. Потому что здесь ударили по яйцу Кощея. Кощей-то знает, что вот в пропаганде все и заключено. И если перестать это пропагандировать, то это явление, конечно, полностью на нет не сойдет. Но масштабы его будут значительно меньше. Вот. Вот о чем идет речь. Я в чем с вами не согласен. Точнее, чего опасаюсь. Именно здравомыслие государственных мужей из Государственной Думы. Потому что у них есть проблемы некоторые. Предлагаю пари. Предлагаю пари. Я считаю, что все-таки Государственная Дума примет этот закон. Но. Я хочу сказать, что если бы там были депутаты нашей партии, то мы не только бы поддержали этот законопроект, но и внесли другой законопроект. О запрете пропаганды гомосексуализма вообще. Не только среди несовершеннолетних. Зачем это пропагандировать среди взрослых? Вообще это не должно быть. Потому что сегодня, получается, некие лазейки. То есть перед несовершеннолетними нельзя, перед взрослыми можно. Это значит там вот маркировка 12 плюс, 18 плюс. То есть вот на этом играют. Если же эта пропаганда будет запрещена вообще, тогда и правоохранительным органам, и всем нам будет значительно проще. То есть вот если кто-то пропагандирует, он должен быть наказан в соответствии с законом. Вы кажется, вот знаете, я был бы рад, если бы вы выиграли такую пари. Ситуация, знаете, в чем, мне кажется, и проблема в чем? В том, что депутаты именно здравомысленные люди, при этом очень прагматичные. И они, я думаю, очень хорошо понимают, что если подобного рода закон будет ими принят, могут последовать всякого рода меры. Причем меры не вообще по отношению к России, а непосредственно к ним, депутатам Государственной Думы, которые неправильно с точки зрения сообщества западного проголосуют. Возди какой-нибудь другой список. Совершенно верно. Ну не Магницкого, а не знаю, как он будет называться. Есть у меня на эту тему некоторые гипотезы, но не очень приличные. Александр, и на этот случай мы через депутата Государственной Думы Евгения Алексеевича Федорова, собственно говоря, внесли другой законопроект в Государственную Думу. Его идея и была потом реализована, ну не дословно он был реализован, но его дух и буква, что называется, в законе о запрете чиновникам иметь имущество за рубежом. Первое чтение этого закона было принято перед праздниками, сейчас готовится уже второе чтение, и там опять начинается внутренняя борьба. То есть недавно Герман Греф выступил с такой странной инициативой, что нужно разрешить чиновникам иметь деньги на счетах зарубежных банков, если эти зарубежные банки являются, если я не ошибаюсь, филиалами наших российских или как-то с ними там аффилированы. Я, честно скажу, вообще не понимаю, зачем государственным чиновникам иметь деньги на счетах зарубежных банков. Вот есть чиновник, у него есть зарплата, есть банки внутри России, храните деньги, как говорится, в сберегательной кассе. Зачем хранить за рубежом? Это с одной стороны. С другой стороны, чудовник он. Это же такой же человек, такой же гражданин Российской Федерации, как и все остальные, с какой стати на него окладывать это ограничение? Потому что он служит стране. Не хочешь служить стране? Хочешь вместо служения страны иметь домик на Лазурном берегу? Пожалуйста, покупай домик, но тогда не иди в чиновник. То есть выбирай или-или. Ну, никаких ограничений здесь нет. Потому что, например, сотрудников ФСБ, их лишили права иметь имущество и счета за рубежом на 9 месяцев раньше, чем всех остальных чиновников. И что? И никто не сказал, что это нарушение. Но мне кажется, это здравый смысл. Сотрудники спецслужб, имущество которых находится на территории вероятного противника. Ну, это же такой крючок, крючище прямо, за который можно их потом подвесить. И мы знаем ситуацию, когда перебежчики убежали в США. Целый спектр их был, да? И там выдавали большое количество наших агентов. Ну, я не думаю, что чиновники будут перебегать. Но, тем не менее, пусть они домики... То они уже давно перебежали. Не, пусть домики в Геленджике, в Сочи. У нас есть тоже теплые края в стране. Мы же не говорим, что надо в Нарьинмаре обязательно домики покупать. Пожалуйста, есть теплые моря в России. И там стройте домики, деньги держите в российских банках. Что ж такого плохого? Не хочется. Тем более, что у них там уже все есть. Вы же не понимаете, куда это девать? И депутатов Государственной Думы тоже есть. И даже у тех, например, в принципе, да, вот, есть же понятные какие-то люди, да, абсолютно, которые свои деньги вот эти честно зарабатывали. Ну, например, там, Третьяк, да, у него школа есть. Мы не говорим о том, что честно или нечестно, мы говорим о принципе честно заработанные деньги хранить в России. Тот, кто деньги нечестно заработал, это вообще, кажется, другая статья. Да, это надо не с нами с вами разговаривать, да, а со следователями. А как вы думаете, сколько депутатов Государственной Думы нынешнего созыва часто заработали свои состояния? Слушайте, ну, я не сотрудник правоохранительных органов, я не читал их декларации, поэтому мне такие выводы неинтересны. Не, ну, слушайте, это неправильно, потому что в любом случае мы можем честных людей каким-то образом очернить. Вообще вот такие аналогии, знаете, их используют некие рукопожатные блогеры. Если в какой-то партии есть, значит, какой-то нечистоплотный человек, значит, вся партия нечистоплотная. Ну, вы знаете, давайте в этой логике двинемся. Вот один из, значит, блогеров оказался педофилом. Что, значит, все блогеры педофилы? Вот лично я тоже веду блог, но я абсолютно не педофил. Надеюсь, так сказать, все остальные тоже. Не подозреваю вас. Да? Продолжаем эту аналогию. В Координационном Совете Оппозиции заседает этот самый блогер-педофил. Значит, весь Координационный Совет — это педофилы, так что ли? Ну, то есть... Даже не знаю, что вам сказать на эту тему. Ну, это метод Навального, метод обобщения. Он именно так строит свои логические выводы, да? То есть удар по эмоциям. Но когда то же самое в их сторону, то они сразу верещат, как уш на сковородке. Как так? Причем тут... Но мы с вами воспитанные люди, мы не будем таких аналогий делать. Я просто предлагаю зрителям задуматься. Ну, так вы считаете, что закон будет принят, все пойдет хорошо. Да, но я хотел бы, чтобы мы с вами... Слава Богу. Вот свет клином, чтобы у нас не сходился на, так сказать, садомитах. Да, у нас в стране куча других проблем. И у нас, конечно, нужно прекращать эту пропаганду, этого греха. Но мы с вами даже понять, что это не самая большая проблема в России. Вот эта проблема там третьего плана может быть. Есть куда более важные проблемы. Например? Назовите самую важную. Самую важную проблему, на мой взгляд, сегодня самой большой проблемой в России является правительство России. Вот другой такой большой проблемой я не знаю. Группа людей, совершенно различных политических взглядов, открыто саботирует распоряжение президента. А если мы посмотрим под другим углом, то мы... Смотрите, что получается. В России прошли президентские выборы. 63% голосов отдали свои голоса за программу кандидата Владимира Путина. Он стал президентом. Президент Владимир Путин дает распоряжение, прямые указания правительству. Правительство эти указания саботирует. Как это может быть? Я вот приведу просто один пример из последних. Во время послания федеральному собранию наш президент сказал конкретно. Нужна деофшеризация экономики. Мы с вами понимаем, что это такое. Деньги выводятся из России, не платятся налоги. Плохо это? Конечно, плохо. Весь крупный бизнес находится под юрисдикцией чужих государств. И это ненормально. То есть в России как бы нет своей экономики. Большая ее часть выведена за пределы России, по сути. Что делает правительство? Два дня назад разразился скандал. Проводится приватизация порта Ванина. Один из десяти крупнейших портов России. Вообще, кто мне может объяснить, зачем продавать порт за американские рисованные нолики? В тот момент, когда американские нарисованные нолики теряют в цене. То есть сама приватизация это уже бред. Тем более мы знаем, как она проводится. Мы еще первую едва пережили, а тут вторую. Но сейчас для чего делается приватизация, отложим в сторону. Продают порт, продают компании Мечил. И выясняется, что через некоторое время компания Мечил продала этот порт за исключением маленького пакета акций трем кипрским офшорам. Согласно законодательству России, вроде все нормально. То есть можно продавать. Но мы понимаем, что контроль над стратегическим ресурсом ушел непонятно куда. Это что такое? Это полное безобразие. Выступает пресс-секретарь президента. Что он говорит? Он говорит, в соответствии с российским законодательством, сделка абсолютно законна. Потому что это так. А после этого он добавляет очень любопытную фразу. Но такая вот продажа, такая приватизация как-то не вяжется с курсом на де-офшоризацию, о которой говорил президент. То есть президент говорит одно, делают другое. А я вот еще одну вводную скажу, и вообще вся эта картина заиграет другими красками. Значит, продажа порта осуществляется в декабре 2012 года, а в январе 2013 года Кипр правительство вычеркивает из списка офшоров. То есть вот де-офшоризация. Просто взяли, зачеркнули. Кипр больше не офшор. Почему? Теперь становится понятно, почему. Потому что готовится перепродажа вот этого порта Ваненского именно кипрским офшором. Они вычеркнули все. Значит, это уже вроде как бы и не офшоры. Ну что это такое? Это прямой саботаж распоряжения президента. Поэтому на сегодняшний момент мы подошли к такой ситуации, когда нынешнее правительство не может больше эффективно работать. У них разные взгляды. Там есть патриоты-государственники, есть либералы. И рядом, ну посмотрите заседание правительства, рядом сидит Дмитрий Рогозин и рядом сидит Аркадий Дворкович. Ну вот представьте, что они не в правительстве, они политикой опять начнут заниматься. Они что, будут в рамках одной партии? Маловероятно. Маловероятно. Конечно, люди совершенно политических взглядов. И поэтому на сегодняшний момент нам нужно, во-первых, политическое правительство. Вот я бы такой термин предложил уважаемым зрителям. Именно политическое правительство. То есть люди, профессионалы, но которые споены еще одинаковым мировоззрением. Те, кто хотят вытаскивать Россию из сложной экономической ситуации, и у кого глаза не зашорены всякими либеральными мифами. И второе, что нам нужно, это делиберализация правительства, экономики, общественной жизни. То есть мы должны вот эти все штампы либеральные убрать. В конце концов, это правительство формировал Дмитрий Медведев. Человек, который был президентом до Владимира Путина и вообще тесно с ним связан. Ну, по крайней мере, формально. И Путин его утверждал. Две недели назад один из мэтров российской политики, Евгений Максимович Примаков, на одном из заседаний заявил об окончании тандема. Ну, вообще слухи, как говорится, об этом окончании ходят давно. Ну, вот Евгений Максимович, ну, это человек, который просто так ничего не говорит. Это абсолютно открыто была озвучена информация две недели назад. Ну, хорошо. И вы прогнозируете в ближайшее время смену правительства? Потому что пока у нас все-таки президентская республика. Нет, нет, нет. Я дальше ничего не прогнозирую. Дальше слово за президентом. И он правительство назначал, и правительство перед ним подотчетно. Я всего лишь хочу обратить внимание, уважаемых зрителей, на то, что сегодня правительство занимается прямым саботажем тех распоряжений, которые ему дает президент. И поэтому, когда последуют кадровые решения, это решать президенту. Каковы они будут, это тоже решать президенту. Но на сегодняшний момент, то есть правительство своими действиями просто, так сказать, вызывает к президенту, требуя отправить его в отставку. Потому что, ну, вот такие шаги, как с этим Ваненским портом, ну, иначе как саботажем назвать невозможно. Ну, все же попробуем, извините, вернуться тогда к будущему чуть более отдаленному. Вот у вас есть партия, и она, будем надеяться, в какой-то момент придет к власти. А вот скажите, нынешний президент, он хорошо бы смотрелся в главе вашей партии? Вы знаете, сегодняшний президент России находится вне политической какой-либо партии. Он находится над политическими партиями. Это очень правильная конструкция. Поэтому мы бы с радостью, наверное, приняли бы президента в свои ряды. Но я считаю, что президент России должен находиться вне какой-либо политической структуры. Это наиболее правильное строительство государственного здания. Ну, хорошо, я по-другому сформулирую вопрос. Тот президент, которого выдвинула бы ваша партия, когда она придет к власти, похож был бы? Будет. Похож будет, скажем так, сформулируем, да? На Владимира Путина или нет? Вы знаете, есть такая поговорка. Ваши бы слова, да богу в уши. Мы сейчас находимся на стадии регистрации. У нас сейчас немножко другие проблемы. Мы сейчас не думаем о выдвижении кандидатов в президенты. Мы сейчас думаем о том, чтобы пройти вот это сито Министерства юстиции, которое один раз нас уже завернуло. Поэтому давайте, будет день и будет пища. Сейчас нам надо зарегистрироваться. Это самая насущная проблема для нас. Ну что ж, Николай, тогда успехов вам в начале. Ну и, собственно, продолжение этих успехов дальше. Дай бог мы вместе как-то сумеем поспособствовать тому, чтобы Россия действительно стала великой. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.